Всем привет! Меня зовут Олеся и вы на моем канале о вязании. Я вас здесь очень рада приветствовать! Это начало моего нового влога, который я хочу начать вам с показа готовой горловины. Я отвязала полностью, закрыла горловину. Вот так она выглядит. Я сейчас ее немножко подрастяну. После стирки она растянется. То есть сейчас это все, если оставить, сейчас момент, это выглядит вот таким вот крохотулечным кружочком. Это все растянется и будет выглядеть хорошо. Я только что примеряла ее на себя. Я сюда влезла. То есть все подходит, все отлично. Горловина, именно край, как раз четко прилегает к шее. И если он даже немножечко, там, на сантиметр, либо на полсантиметра поползет, то ничего страшного. Все именно так, как я хотела. Все отлично получилось, здорово выглядит и хорошо сидит. В предыдущем влоге я как раз закончила рассказ о том, что набраны петли на горловину. Я собираюсь ее вязать. Вот я ее связала. Набор я здесь петель делала из-под набора длинный хвост. Петли набрала на спице номер 3. И первый ряд провязан также на этих спицах. Затем рядов 6 у меня провязано на спицах 3,25. Затем 3 ряда снова на спицах номер 3. Один ряд на 2,75. И все закрыто на 2,5. То есть закрытие с имитацией итальянского набора я выполняла на спицах 2,5. То есть я хотела по максимуму здесь вот сделать все плотно и голова пролазит. Все пролазит. После стирки, как я и сказала, пряжа немножко еще растянется и все будет отлично. С этим я закончила. Сейчас срежу резинки и продолжу вязание рукавов. В прошлом блоге я также показывала, что один рукав у меня уже практически готов. Здесь осталось выполнить убавки. И можно вывязывать резинку. И приступить к вязанию второго рукава. То есть к вязанию именно лицевой глади без узора. И джемпер будет в скором времени готов. Здесь у меня вот кончик нити. Я сейчас подваляю нить, которая у меня идет, чтобы у меня не было никаких кончиков. Я здесь вот сейчас соединю эту нить. Я делаю так на протяжении всего вязания. То есть абсолютно все моточки, которые здесь я присоединяла, присоединены таким образом. То есть у меня сейчас на данный момент хвостик есть от белой пряжи в начале вязания с жаккарда. Хвостик есть в конце вязания жаккарда. И хвостик, который получился на горловине, спрятан вот здесь вот в полую резинку. Абсолютно ничего не видно. И также по низу джемпера хвостик нити также спрятан в полую резинку. Очень удобно и здорово. Но сейчас сначала я пообедаю. У меня уже время приближается к 12 часам. Мне нужно пойти покушать. И я продолжу работу с этим джемпером. Нужно подумать, какой еще процесс я начну, чтобы параллельно также его вязать. У меня на очереди в планах детский шлем для девочки, который я буду вязать из пряжи Drops Air. Очень красивого розового цвета. И, конечно же, обязательно вам обо всем об этом расскажу. Еще сейчас сниму камеру со штатива и покажу еще один маленький момент. Вот, что я хотела вам показать. В прошлом видео я также показывала новый агрегат, который у меня появился. Это вот такая вязальная машинка. Она очень старенькая, но она в рабочем состоянии. Я ее сейчас осваиваю. И я ее уже установила на стол, на котором она будет стоять. Этот стол мы специально приобретали под вязальную машинку. Потому что ее нужно к чему-то прикрепить. Так как она никак не крепится к столу. У нее нет механизма крепления. Она просто на нем стоит. И когда проводишь кареткой, она шатается. Поэтому мы будем специально с мужем машинку к столу прикреплять. И я вот нашла для нее место в гостиной возле выхода на террасу. Сейчас мы этим выходом пользоваться точно не будем. В зиму, да и в другие времена года мы также очень редко его используем. Поэтому я решила его загородить столом. Здесь будет много света. Очень удобно будет здесь вязать. Можно приставить стул. И все очень здорово и классно здесь будет получаться. И плюс она особо не мешает здесь. Здесь вот основной наш обеденный стол. Она будет стоять вот так вот сбоку. И никому не будет особо мешать. Поэтому я рада. Место выбрано удачно. Теперь главное, чтобы муж пришел с работы. И также его одобрил. На этом все. До следующего подключения. Так, привет-привет. Это новое подключение. И я хочу показать, что у меня тут здесь в машинке есть косяк. И мне, походу, придется всю ее разбирать. Сейчас. Вот. Вот эта пластина. У нее такое положение, что она оттянута ниже, чем другие. То есть все остальные пластинки в машине имеют одно и то же положение. То есть они на одном уровне. А это вот отчетливо видно, что она ниже. И из-за этого, из-за того, что она тянет сильнее, ну, оттягивает полотно сильнее, получается вот такая борозда. И это очень плохо. То есть здесь получается так, что оттягивают вот эту протяжку сильнее эта пластина. И из-за этого выходит вот такая вертикальная рядность. Походу придется, не знаю, что делать, но вероятнее всего вот это все раскручивать, снимать вот эти верхние планки. И смотреть, что с этой пластиной не так. Конечно, очень печально, что так получается. Так вяжет просто супер. Вот сейчас здесь я пробовала вывязывать планку. Все супер получается, все очень здорово. Но вот эта вот пластинка меня печалит очень сильно. Возможно, можно попробовать смазать в этом месте, оно не будет так сильно тянуть. Нужно, наверное, найти машинное масло и попробовать смазать сначала машину. А потом, возможно, разработается эта пластина и будет все окей. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Не хотелось бы ее разбирать. Так все супер вяжется. Вот я сейчас взяла в работу soft-downical tweed. Это вот этот синенький. У меня просто закончилась вот эта нитка. Я не захотела продолжать дальше ей образец. И решила, что вот возьму маленький моточек, попробую отвязать образец. Возможно, есть такая мысль связать для Томаса жилет на машине. Как раз потренироваться, посмотреть, что как. И вот как раз образец будет именно для этого. В общем, посмотрим, что будет дальше. Пока на этом все. Всем привет! Это новое подключение. И у меня практически все готово. Только если бы не одно «но». Я когда довязывала рукав, то есть я связала все более-менее по описанию. Единственное, что здесь я изменила. Я делала не так часто убавки, как написано в описании. И для того, чтобы у меня получился рукав той длины, которая мне нравится, у меня резинка получилась 9 сантиметров, а не 8, как нужно было связать. Поэтому я закончила, я все петли закрыла, и рукав выглядит вот так. Я понимаю, что он немножко разойдется, да, и будет не таким стянутым. Но мне все равно не нравится, как это сидит. Это прям очень обхватывает руку, и меня такой вариант абсолютно не устраивает. То есть такой узкий манжет мне бы, наверное, понравился, если бы он был по зауженному рукаву. А здесь он получается очень высокий, очень узкий, обхватывает руку. Здесь вот эти вот очень широкое полотно. В общем, мне не понравилось. Когда я взялась вязать второй рукав, я лицевой глади провязала на 2 сантиметра больше. И здесь уже сделала убавок меньше. То есть я уменьшила еще количество убавок. Получается, по описанию, по-моему, идет, что через одну петлю нужно убавлять. Я убавляла каждую четвертую. То есть еще меньше. Здесь я убавляла каждую третью петлю. В описании нужно каждую вторую. Я убавляла здесь каждую четвертую. Такой вариант меня устраивает побольше. И такой мне вариант нравится. Здесь получилось в районе 6 сантиметров резинка, наверное. Лицевая гладь, как я сказала, длиннее. Но здесь все прям хорошо смотрится. Теперь задача передо мной стоит какая? Мне нужен второй рукав, который я связала первый. В общем, другой рукав нужно переделать в такой же, как вот этот. И джемпер будет полностью закончен. Но в чем моя проблема? Почему я решила подключиться к вам и остановиться на этом моменте? Сейчас я покажу. Вот это вот все, что у меня осталось из пряжи. А так как я удлиняла количество рядов лицевой глади, то есть здесь полное количество петель, плюс здесь я убавила меньшее количество, то есть опасения, что когда я распущу и начну вывязывать по новой, мне не хватит пряжи. Как я и сказала, вот это вот все, что осталось от моих 15 мотков. И я нашла свой образец. Надеюсь, что он меня выручит. И мне не придется... В общем, мне не придется что-то еще придумывать. У меня есть два варианта. Один из вариантов это дозаказать моток пряжи, но это тоже, не скажу, чтобы идеальный выход из положения. Меня он не очень устраивает. Во-первых, этот моток, чтобы заказать один моток, нужно заплатить еще за доставку. Это все будет в два раза дороже, чем стоит сам моток пряжи. Плюс есть вариант не попадания в партию. То есть моток будет другой партии, будет отличаться по цвету, и у меня будут разноцветные манжеты. Второй вариант, к которому я склоняюсь больше, это если вдруг мне придется... Мне нужна будет еще пряжа, то я буду распускать середину. То есть я выплету ряд и вывяжу из тела рукав, и затем сошью тело обратно. Как я и говорила, у меня в теле есть небольшой запас. Оно получилось немного длиннее, чем и автором задумывалось. И, в принципе, примеряя джемпер на себя, я поняла, что более-менее там есть куда разгуляться. Можно убрать немножко пару рядов, хотя бы тут тело очень широкое. То есть мне, чтобы довязать манжет, сильно многое не нужно будет. В общем, есть варианты. Есть варианты, которые я уже обдумывала, которые я буду использовать. И теперь мне нужно сегодня сесть и распустить. Я закончила со вторым рукавом еще вчера днем, но возможности подключиться у меня вчера не было. Поэтому я оставила ее на сегодня. У меня сегодня понедельник, 14 число. И вчера вечером мне нужно было что-то вязать. И я начала вязать тапочки. Это такой процесс, который мне не нужно считать. Не нужно просчитывать что-то. Это просто взять пряжу, посмотреть, сколько петель набирать и вязать. Вот мне вчера нужен был именно такой процесс. И я его и начала. Это будут тапочки для меня. Еще мне нужно связать для мужа также тапочки. И для старшего сына. Это то, что первоочередное. А затем уже посмотрим, что еще какие носки нужны. Начала вязать. Здесь я использую... Вяжу я в три нити. Здесь носочная шести нитка. Это толстая, которая 150... Ой, сколько что метров. В общем, которая не 420 метров на 100 грамм, а которая потолще идет. 350, по-моему. Или, в общем, что-то около того. То есть, это шести нитка. Затем носочная пряжа с хлопком, которая тоненькая. У меня небольшой остаток. Два небольших моточка уже лежат, я не знаю, сколько лет. Я все никак не могу их куда-то применить. И решила добавить их сюда, в эти тапочки. И чтобы они были потеплее, я добавила еще тоненькую ниточку мохера. И вот так вот и вяжу. Здесь я остановилась. У меня мохера не очень много. Вот такой вот всего бублик остался. И я хочу, чтобы более-менее на одном месте заканчивался мохер в носках. Поэтому я довязала первый тапочек до условного момента прибавок. То есть, здесь, в принципе, уже вся стопа вывязана. Нужно связать прибавки для клина подъема и дальше пятку. И решила, что я начну еще один второй, чтобы вывязать. Дальше посмотрю, сколько у меня останется мохера. И дальше продолжу. Плюс здесь у меня практически закончилась вот эта нить толстая. Вот эта нить толстая, носочная. Остался небольшой моточек. Нужно также скоро времени будет какую-то новую нить присоединять. В общем, начала этот процесс. Сейчас я записала для вас этот эпизод. И, наверное, продолжу работать с джемпером. Хочется его закончить, постирать. И пусть он уже лежит, сохнет. И, возможно, сегодня также посчитаю шлем для девочки. Нужно выполнить некоторые расчеты в самом начале. Сколько где петель, сколько рядов провязать. В общем, мне это нужно для того, чтобы начать вязание. Вечером я уже вчера не хотела этим заниматься. Я плохо себя чувствовала. Поэтому думать мне совершенно не хотелось. Об этом. Поэтому начала какой-то простой механический чистый процесс. Также машинку я осваиваю. У меня тут образовалась небольшая проблема. Я подключалась. Вам показывала небольшую борозду, которая у меня получается. И мне нужно полностью разобрать машинку и посмотреть, почему эта платина сильно натянута. Почему она находится ниже, чем все остальные. Потому что получается борозда. И это очень сильно видно в полотне. Я вязала также несколько образцов. Но эту иглу не задействовала, где рядом находится эта платина. Вязала немножко левее. Вот. Поэтому машинка пока стоит. Не было возможности у нас сесть и начать разбирать ее. Но посмотрим в скором времени. Возможно, к ней мы и вернемся. И таки наладим ее работу. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Есть мысль связать... Попробовать связать небольшую шаль. То есть потренироваться заодно. И связать какое-то изделие. А для этого мне нужны все иголки. Поэтому очень надеюсь, что машинку получится отремонтировать. На этом подключение я заканчиваю. Всем спасибо. В скором времени увидимся. Всем привет. Это новое подключение. У меня тут помощник организовался. Так. Новое подключение. И я вам хочу показать, что же я навязала за пару дней. У меня сегодня среда. 16 число. И у меня готово 3 пары тапочек. Я очень рада такому прогрессу. У меня спицы аж горячие были. Я вязала когда... И все 3 пары готовы. Все. Я могу отдавать их... Так. Давай. Двигайся из кадра. Давай. 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 Я могу отдавать их уже носить. Давайте начну со своих. Их я, по-моему, показывала в предыдущении. Подключение. Вот так они выглядят. Вязала я их на спицах 3,5. Набор здесь... Здесь я делала... Как обычно я делаю набор Джуди. И прибавки до 48 петель. То есть эти тапочки связаны полностью на 48 петлях. Спицы 3,5. И в 3 нити. Здесь получается 2 носочные. 2 нити носочной пряжи. И 1 нить махер. Здесь дальше видно. Нить махера меняется с оранжевой на черную. Но также продолжаю вязать на 3,5. Здесь уже было соединение очень разной пряжи. Одна носочная нить была 6 нитка. Другая 4 нитка. То есть которая 420 метров на 100 грамм. И вторая нить немного потолще. Она, по-моему, идет 350 метров на 100 грамм. В общем, такие вот тапочки получились. Хочу еще сегодня обзвесить их, чтобы записать расход для себя в тетрадь. И можно будет их носить. Я хочу те, которые у меня сейчас в эксплуатации, выбросить. Они уже протерлись. Уже ни на что они похожи и не годны уже для носки. Поэтому сегодня хочу поменять. Плюс вторые тапочки. Они связаны для моего мужа. На 43 размер. Первые я вязала на 38 размер. Эти на 43. Также на 48 петель. Но здесь я вязала немного расслабленнее. Они получились в ширину чуть-чуть побольше. Вот если приложить один к одному. Немножко как бы есть разница. Есть разница. Муж примерял. Ему все очень-очень понравилось. Все супер подошло. Сначала я когда вязала первый носок. Я чуть-чуть промазала с размером. Я связала его слишком длинный. И я давала примерить его уже на моменте, когда вот здесь объединено все. То есть петли клина подъема уже все убавлены. И можно вязать уже просто по прямой вверх. Я дала мужу примерить. Увидела, что что-то я сильно разогналась. И пару сантиметров неплохо бы убрать. И на следующее утро. То есть это было вчера. Вчера, когда я проснулась и села повязать. Я распустила до начала прибавок на клин подъема. Распустила эти пару сантиметров. И вывязала все заново. Это у меня заняло полчаса. Но зато теперь тапочки получились такие, как нужно. Прям супер. Эти вязала также на спицах 3,5 в 3 нити. Вот так вот здорово и классно они выглядят на 43 размер. Вот. И сейчас я еще хочу сходить за весами. Сразу все взвешу. И вот еще третья пара тапочек. Эти тапочки для старшего сына, для Томаса. Они связаны на размер 30-31. То есть длину стопы я брала 20 сантиметров. И сейчас, когда они вот лежат просто на столе, они выглядят просто такими огромными. Я пока их вязала. И даже Томасу, когда дала их в руки, он посмотрел, о, какие большие. Когда он надел их на ногу. Все просто супер подходит, супер классно. Я постараюсь делать фотографии на ребенке. Я постараюсь все тапочки сфотографировать на ноге, чтобы можно было увидеть, как они сидят. И хочу попробовать сфотографировать на Томасе также тапочки. Они подходят. Они отличного размера. То есть то, что нужно. Расчеты в очередной раз не подвели. Хотя глаза говорили, что что-то очень большое я связала. Здесь в итоге тапочек связан на 44 петлях. То есть всего 4 петли разница между взрослыми тапочками. Но спицы здесь я использовала 3,25. Почему 3,25? Потому что здесь также связано в 3 нити. Но обе нити носочной пряжи одинакового метража. То есть 420 метров на 100 грамм. И плюс нить махера черного. То есть соединение нити выходит немножко потоньше. Если в таком виде нити, то на взрослые я бы набирала уже большее количество петель для взрослых тапочек. Вот можно сравнить, к примеру, разница всего в 4 петли. Но они вот так вот отличаются друг с другом. То есть есть разница. И как я и сказала, на ноге сидят отлично. Прямо то, что нужно. Хотя и выглядят немного странно. Такие большие. И плюс, что здесь отличительного на детских тапочках. Чего нет на взрослых. Сейчас я приближу. Здесь вот выполнены убавки. Всего я убавила 4 петли для того, чтобы они лучше прилегали вот здесь вот к ноге. И это все очень хорошо сидит. На взрослых я такого не делала ничего. То есть на взрослых просто вывязано вверх без каких-либо убавок. А в детских я стараюсь всегда здесь убавить хотя бы 4 петли, чтобы лучше прилегало. И никуда тапочек не падал. Вот так вот выглядит. На мой взгляд все просто отлично. Сегодня ребенку также отдам их уже бегать. Потому что у него куда-то потерялись его прошлогодние тапочки. Он сейчас в вязанных носках дома ходит. И мне нужно еще несколько пар носков ему связать. Но это уже будет в дальнейшем. Сейчас я в ускоренном темпе вязала именно вот эти 3 пары. для того, чтобы нам было что носить. И муж приедет. Сейчас я ему также уже отдам готовые. Пусть надевает свои новые. А старые мы также выбросим. Они уже тоже протерлись. Сейчас я хочу еще... Принесу весы и хочу еще взвесить. Так. 73 грамма это детский размер 30-31. Дальше. 124 грамма это мои размер 38. И 141 грамм это 43 размер мужские. Вот все. На этом свое подключение я буду заканчивать. Сейчас у меня в работе мой рукав. Я надеяла закончить его еще с утра. Но тут вклинились небольшие планы. Но сегодня я точно закончу. И уже в следующем подключении покажу вам полностью готовый джемпер жаккарда. И возможно начну что-то новое. Потому что процессы мои закончились. Нужно что-то еще начать. Что-то вязать. И о чем-то вам рассказывать. До нового подключения. Всем привет. Это новое подключение. И все. Мой джемпер полностью готов. Я все довязала. И мне просто супер классно хватило пряжи. То есть хватило даже того моточка. Который у меня небольшой остаток оставался. Я вам в предыдущем подключении его показывала. То есть мне даже не пришлось образец распускать. По всей видимости предыдущую резинку. То есть ту, которая была первый неудавшийся вариант. Я ее связала слишком уж плотно. Пряжи ушло очень много. Поэтому для того, чтобы и довязать небольшое количество рядов по рукаву. Там в районе пяти или шести рядов я довязывала. Я уже не помню сейчас. И также резинка на большем количестве петель. Все прошло замечательно. Пряжи хватило. Ничего не пришлось распускать. И теперь самое последнее, что нужно сделать. Это провести ВТО. Сегодня я очень хочу этим заняться. Но джемпер, конечно, очень сильно большой. Его нужно будет стирать в тазике. Надеюсь, сегодня получится это осуществить. И удастся его разложить хорошо. И чтобы он лежал и сохнул. И в скором времени я вам уже смогу показать его постиранного. Уже готовый финальный вариант, какой получился уже по итогу. Также я вчера начала еще один процесс. Как я и говорила... О, маркер еще нужно снять. Как я говорила и предполагала, это... Шлем. Вот на такой стадии он у меня уже находится. Это только первая половинка шлема. То есть шлем будет полностью двойной. Он будет теплый. Это пряжа Drops Air, которую я вяжу на тройке. То есть здесь все будет плотненько и будет тепло. И я только в середине вязания. Еще очень много. Еще вот эту часть нужно вниз продвигать. У меня здесь в районе 48 рядов только провязано. Маркер 30 рядов. Всего мне нужно провязать, по-моему, 65 рядов вниз. И затем замыкаться у подбородка. Вот так вот все это выглядит. Я пока довольна. Мне все очень нравится. Продвигается легко. Такое прям как... Отдыхаю на этом процессе. Этот шлем я начала вчера вечером. И вот так вот неплохо за несколько часов продвинулась. Очень хорошо, на мой взгляд. И таких мне нужно будет связать два. Затем их вместе соединить. Если вдруг не видели, то на моем канале есть очень подробный видео-мастер-класс по вязанию такого шлема. Который я снимала еще в прошлом году. И сама я сейчас при вязании этого шлема, я смотрю какие-то моменты в своем же видео. Потому что я уже ничего не помню. А какие-то... Я помню основные моменты. Но как, что, где вяжется. Где нужно делать прибавки, где убавки. Но какие-то фишечки и какие-то мелочи. Я уже все, конечно же, забыла. И я сама пересматриваю свое видео, чтобы восстановить все это в памяти. Вспомнить, где, каким рядом нужно закончить. Как прибавить, как что. Ну, в общем, какие-то моменты, на которых я останавливаюсь в видео, я сейчас вспоминаю, просматривая его. И вот такой вот процесс вяжу. Ссылка на мастер-класс, конечно же, будет в описании под видео. Если вы еще не видели, то можете пройти и посмотреть. Это просто самый простой шлем, который есть. Он считается очень легко. Вяжется очень легко. И в видео я провязываю. Останавливаюсь на каждом моменте. Очень многие, знаю, уже связали. Многим он нравится. Поэтому, если вы еще не видели, то, пожалуйста, посмотрите. Вдруг вам также понравится. И на этом я буду этот влог заканчивать. Сейчас мы сегодня, надеюсь, возьмемся за ремонт моей вязальной машинки. И посмотрим, что же там не так с этой платиной. Почему она стоит не на месте. И уже обо всех продвижениях и на спицах, и на машине я буду вам рассказывать уже в следующих видео. Буду думать, что вязать еще дальше после шлема. Возможно, повяжу какие-то образцы еще. Но об этом, обо всем будет уже в следующем влоге. На этом все. Я буду очень ждать вас в комментариях. Поэтому, пожалуйста, давайте там с вами встретимся, пообщаемся. Я буду очень этому рада. Всегда рада пообщаться и всегда отвечаю на все комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пожалуйста, если вам понравилось это видео. Это поможет продвинуть его в рейтинге. И также мне будет очень-очень приятно почувствовать вашу поддержку. Всем большое спасибо. До новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok